Автоплюс В прошлом воскресенье с Олегом Доцкевым мы обсуждали вопросы новых форм работы автомобильных дилеров и так неожиданно во время эфира всплыла тема страховки и страховых случаев. Я обещал через неделю вернуться к теме страховых случаев и обсудить это в более компетентном кругу. Сегодня как раз у нас такой состав есть. Это Александр Загорин, начальник отдела урегулирования сложных страховых случаев компании Росгострах и наш практически постоянный гость Александр Воробьев, юрист. И вот в таком составе мы сегодня обсудим те вопросы, которые касаются страховок. Потому что сложный страховой случай это такой в принципе при том, что это достаточно нейтральный термин. За этим сложным страховым случаем стоит куча эмоций, куча обид как справедливых, так и несправедливых. Куча претензий как с одной стороны, так и с другой. И тема нашего сегодняшнего эфира не найти каких-то злобных монстров, которые мучают нас и лишают нас счастья в жизни, а определиться с тем, как это должно быть. Потому что во многих случаях вот именно негатив есть и недовольство людей тем, что происходит, оно вызвано малоинформированностью. Как самих людей, так и тех людей, которые выступают в качестве другой стороны. Ну и начнем. У нас были на сайте вопросы, которые касаются работы именно отдела страховых случаев. У нас Анатолий из Черкесска спрашивает отдел о регулировании сложных страховых случаев. Что это такое вообще? Что за сложные страховые случаи? Как вы их определяете? И соответственно в чем заключается работа отдела? Ну работа отдела на самом деле достаточно функциональна. Многофункциональна. Там делаются, скажем так, три вещи, которые необходимы для работы страховой компании. Это пишется методология, это борется с мошенничеством и это урегулирует сложные страховые случаи. То есть сложный страховой случай это угон, это когда машина признается тотальной, это слово страховщика, конструктивная гибель. Вот это те случаи, в которых проследуются признаки мошенничества, скажем так. То есть сложные страховые случаи, они идут не от каких-то там сомнительных обстоятельств наступления страхового случая, а идут от масштабности. То есть угон это полная выплата за автомобиль и тотал, вот то что называется, это больше 60% стоимости или как вы считаете? Больше 75%. Больше 75%. Ну это считаются такие масштабные повреждения и резонно подразумевать или подозревать здесь мошенничество. Нет, в данном случае нет. Дело в том, что расчет по тоталю достаточно сложен. Поэтому этим должен заниматься наиболее квалифицированный специалист. Для того, чтобы не было ошибки, не иметь ущеба, во-первых, клиента и соответственно самой компании. Ну это не касается конкретной компании «Росгострах». Интересно было бы понять вообще по работе, по случаям с полным уничтожением, конструктивной гибелью автомобиля. Часто приходится слышать такие вот вопросы, в том числе от зрителей, к нам поступают периодически письма. Ну примерно с таким вопросом, что машина уничтожена полностью, считается, что восстановление не подлежит по страховке. А страховая компания выплачивает некую сумму и говорит, что ваш автомобиль, сейчас есть некие покупатели на ваш автомобиль, и ситуация выглядит таким образом. Мы вам компенсируем одну часть, а другая часть вам будет компенсирована тогда, когда вот останки этого автомобиля заберет себе какая-то заинтересованная сторона. Вот поскольку мы здесь сидим, к вам, Александр, как представитель страховой компании, мне интересно, чтобы вы рассказали по сути того, о чем в данном случае идет речь. И к другому, Александр, вопрос по поводу того, как вот эта вот ситуация определяется. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно, естественно, понимаю, тут два варианта. Дело в том, что можно разделить наказкой на ОСАГО. Ну вот речь идет про КАСКО, про КАСКО идет, естественно. Тут, опять же, есть два варианта. Первый, за вычетом стоимости годных остатков, о чем вы рассказали. Как раз достаточно подробно, в принципе, можно на этом остановиться. Вопрос за вычетом годных остатков. Этот договор заключается в самом начале, то есть вариант, либо так, либо так. Или это зависит от того, в какой форме работает страховая компания? Это тоже есть. Предусмотрены разные варианты. В одном случае предусмотрено абсолютно точно, что годные остатки, это остается то, что после автомашины, и за что можно продать автомобиль. Они остаются у страхователя. Вот тогда страховая компания выплачивает какую-то определенную часть, и наш страхователь должен продать вот эти вот свои годные остатки, примерно за ту часть, за ту стоимость, которую оценила независимая экспертиза. Ну, то есть, это как бы вопрос, на нем может лежать. Он получает стоимость автомобиля за вычетом того, во что оценили эти остатки. Страховая компания может подобрать. И, соответственно, когда, я прошу прощения, я не хочу перебивать, просто для того, чтобы мы понимали, да, вот не перешли на другую тему, вот о том, как, вот по какой форме будет осуществляться выплата, это договариваются стороны на этапе заключения, или просто есть страховые компания, которые работают вот по такому принципу, есть, которые работают по такому? Бывает два варианта. Первый, то, что действительно в самом начале обговорили, страховщик и страхователь, тогда в процессе урегулирования убытков уже не возникает никаких вопросов. А бывает второй вариант, когда не договаривались конкретно, но наступает случай тотальной гибели транспортного средства, и в этом случае, да, стараются найти общий язык компромисс между страхователем и страховщиком. Александр, а как вот такого рода компромисс выглядит с точки зрения вот юридической практики? Ну, здесь опять же, да, я согласен с коллегой, что в данном случае стороны должны договориться, или подписать договор, ну, то есть, или это указывается в правилах страхования обычно, да, или, так сказать, уже когда наступает страховой случай, если это не указано, то стороны договариваются уже, как бы пытаются урегулировать этот конфликт. Если этот конфликт не взял регулировать, ну, соответственно, там уже, там, это уже судебный, так сказать, процесс, то есть, если одна страна не согласна, то, соответственно, она может обратиться в суд. Ну, естественно. И суд уже будет исходить из тех реалий, которые, так сказать, существуют, то есть, из понятия реального ущерба, что, какой был причинен ущерб, так сказать, страхователю, и, соответственно, какая ответственность предусмотрена у страховщика за это. Ну, то есть, это все, это в каждом конкретном случае, вот нельзя так абстрактно сказать, в каждом конкретном случае нужно разбираться, то есть, если есть какой-то, а общих, так сказать, вот просто, есть одна, так сказать, единственное, одно единственное правило, да, то есть, я страхую свой интерес имущественный. В случае КАСКО я страхую свой имущественный интерес. Если моему имущественному интересу нанесен ущерб, то, соответственно, тот ущерб, который нанесен, мне должны компенсировать страховая компания. А вот как механизмы? Это уже разбирается между собой страхователь и страховщик. А если не могут разобраться, соответственно, идут в суд. Соответственно, суд. Сейчас мы попробуем понять, что в таких случаях решает суд. Ну а пока напомню зрителям, что мы сегодня в прямом эфире общаемся на очень злободневную тему. Это сложные страховые случаи или урегулирование таких сложных страховых случаев. Сегодня у нас в гостях представитель компании Росгострах и наш юрист, с которым мы пытаемся найти некие правила поведения в таких ситуациях. Ну и будем разбирать какие-то конкретные примеры. Так что если у вас есть вопросы или какие-то истории на эту тему, звоните к нам по телефону прямого эфира. Мы будем обсуждать это с нашими сегодняшними гостями. Ну давайте построим тогда наше сегодняшнее общение так. Мы сначала пройдемся по тем вопросам, которые пришли к нам на эту тему. Ну и потом уже будем обсуждать какие-то вещи, которые по этой ситуации надо обсудить. Вот разговор уже давно шел о том, что у нас планируется введение прямого урегулирования убытков. То есть это когда человек, застрахованный в своей компании, выступает в качестве потерпевшего в аварии и деньги он получает не из компании, виновника, а со своей страховой компанией, даже в случае ОСАГО. И вот Павел из Москвы интересуется, готовы ли сейчас российские страховые компании, в частности Росгострах, перейти на такую форму работы? Все как раз упирается именно в законодательство. Для страховщиков в данном случае проблем нет перейти на эту систему. По опыту зарубежных коллег, которые приносят действительно достаточно положительное влияние на саму ситуацию с ОСАГО, скажем так, здесь в данном случае именно ОСАГО. Об ОСАГО говорится. Поэтому мы готовы. Мы готовы перейти, как только будут внесены изменения в законодательство, позволяющие нам принимать нашего клиента, выплачивать за него, точнее выплачивать именно ему те средства, которые ему необходимо будет затратить на ремонт. Но дело в том, отсутствие законодательства, отсутствие единой базы нам и договоренности между страховщиками нам это не позволяет делать. На мой взгляд, это выгодно в первую очередь страховщикам, потому что сейчас ситуация какая. Сейчас все страховые компании, которые работают на рынке ОСАГО, они предлагают, по сути, идентичные услуги вплоть до копейки. И по большому счету, какая человеку разница в какой страховой компании страховать свой автомобиль? Это все равно не его проблемы, отношения к клиенту, очереди, удобства решения этих вопросов. Это не его проблемы, а проблемы какого-то другого человека. Зачем же он будет выбирать что-то? Он сейчас идет в первый попавшийся ларек с надписью автострахования ОСАГО. Покупает себе этот полис, бросает его в бардачок и его это не касается. По идее, это интересно в первую очередь вам. И вот к Александру тоже вопрос на эту тему. А нельзя решить юридически это неким дополнительным соглашением о том, что человек доверяет, например, страховой компании некой, решать вопросы взыскания денежных средств? На самом деле здесь действительно есть одна проблема. То, что гражданский кодекс не предусматривает такие вещи, не предусматривает такую форму выплаты и закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Поэтому в этом случае можно прибегнуть к помощи своей страховой компании, но в качестве представителей его интересов, но в взаимоотношениях с другой страховой компанией. То есть только так. Потому что гражданский кодекс говорит следующее, что при обязательном страховании лицо, которое пострадавшее лицо, может напрямую обратиться в страховую компанию, которая застраховала виновника аварии. Поэтому, а других форм пока еще, так сказать, так как эта норма не является, так сказать, диспозитивной, то есть если иное не предусмотрено обычно пишу, то, соответственно, пока вот это правило оно и будет. Изменится гражданский кодекс, изменятся другие законы, соответственно, можно будет уже... По сути очень неудобно, потому что в прошедшем году имел несчастье два раза оказаться потерпевшим в аварии и понимаешь, что это за ситуация. Когда денежный вопрос материальный, он не стоит вообще, но стоит вопрос приезда в подразделение ДПС, где все это дело надо оформить, приезда в страховую компанию. Это достаточно большая волокита и на самом деле даже сложно, как ее измерить в деньгах. Это, наверное, вопрос для каждого человека индивидуальный. Но у нас есть звонок, давайте послушаем, что думают наши зрители и вернемся к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Иван из Москвы. Очень приятно, Иван. Ну, сначала как бы ситуация, а потом вопрос. Мерседес, С-класса, там незначительно был помят капот, в принципе, все могло обойтись локальным ремонтом. Но когда независимая экспертиза при страховой компании насчитала там 8 тысяч рублей, я попросил, чтобы мне заменили на направление в сервис. Ну, в сервисе, естественно, пришлось красить капот целиком. И когда я посмотрел счет, который сервис составлял в страховой компании, сумма составила где-то 19,5 тысяч рублей. Вот поэтому вопрос у меня несет ли независимая экспертиза, которая там сидит в страховой компании, какую-нибудь ответственность за свои заключения, потому что, ну, не знаю, ошибку 130% сложно назвать. На мой взгляд, это явно была намеренно занижена цена. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Ну, перед тем, как предоставить, наверное, Александру возможность ответить на, ну, как бы пояснить по этой ситуации. Вот еще один такой момент. Есть такая практика, насколько я понимаю, да, если я ошибаюсь, поправьте. Возникает ситуация, вот по ОСАГО, по КАСКО автомобиль застрахован, есть какие-то повреждения. Есть два варианта решения вопроса. Либо направление в сервис, либо получение на руки наличных денег и уже решение вопроса там где-то удобно. Как я понимаю, всегда вопрос наличных денег рассматривается в меньшей степени. То есть тут, как бы, если за ремонт идет некая сумма в 100%, то какую сумму могут выплатить на руки от этих 100%? И с чем это связано? Ну, я тогда хотел бы сначала ответить на вопрос. Ну, да, 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 конечно. Ивана? Значит, действительно, оценщик, который осматривает автомобиль и рассчитывает сумму ущерба, естественно, несет ответственность. Его гражданская ответственность застрахована в какой-либо страховой компании. И в случае ошибки эксперта, то за него деньги может выплатить страховая компания, в которую он может обратиться. Но достаточно сложный процесс. Я думаю, что Александр лучше пояснит ситуацию, происходящую на рынке. А по поводу второго, тут действительно бывают ошибки. Бывают ошибки, связанные с тем, что эксперт тоже человек. И он смотрит на повреждения того же капота и думает, что там необходим, предположим, небольшой локальный ремонт. Когда машина попадает на сервис, скрываются дополнительные недостатки, дополнительный ущерб, который не увидел эксперт сразу же. И поэтому, соответственно, и выставляется потом сумма больше. Ну, то есть, априори нельзя говорить, что если ты выбираешь себе ремонт где-то на стороне, а не в сервисе, у которого есть договор страховой компании, то ты получаешь денег меньше, чем затратила бы страховая компания на ремонт вот в этом аффилированном сервисе. Говорить в 100% случаев так нельзя. Ну, хорошо. В то и в другую ситуацию. Давайте мы к этому вернемся попозже. Сейчас послушаем, что говорят наши зрители. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Меня зовут Александр, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Александр, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопросик. Toyota RAV4 двухлетка на гарантии еще находится. Самопроизвольно треснуло лобовое стекло. Страховая компания отказывается у него страхового наказка выплачивать. А мотивация? А сервис Toyota Center, дилеры, тоже отказывается. Говорит, это не гарантия. Ну, а мотивация страховой компании какая ваша? Страховая компания говорит, это по гарантии вы должны в этом самом деле, в дилерах менять. То есть, не попало, они сами удивляются, ни камешка, ни ничего. Ну, понятно, это на стыке получилось так двухслужб. На самом деле, на самом деле вопрос, ну, как бы, как правило, такие варианты решаются, ну, как бы, такие трещины появляются по двум причинам. Либо это какие-то температурные перепады, связанные, как правило, с нарушением системы отопления вот этого автомобиля. Либо это то, что называется, кузов играет. Когда жесткость кузова, ну, то ли вот на данном вашем конкретном автомобиле, то ли в условиях вождения ваших, жесткость кузова оказалась недостаточной. И стекло, поскольку оно является, вот, клееное стекло ваше на RAV4, оно является элементом жесткости кузова. То оно не выдержало, и отозвалось на такое вот нарушение трещины. Ну, передадим слово Александру, что, как в такой ситуации, вот, потому что часто бывают вот эти вот претензии на стыке. На стыке сервиса и страховой компании. Я понял, хорошо знаком с этими проблемами, да, и согласен полностью с Артемом. Дело в том, что это не страховой случай и не относится к страховым рискам, о которых страхует автомобиль по каске. И это не является ДТП, потому что... Ну, попадание камня в стекло, это же не ДТП, но все равно, как бы это страховой случай. Попадание камня, ну, в принципе, у всех страховых компаний есть такое небольшое отступление, по которому они имеют право и могут заплатить. Это как замена стекол без каких-либо справок. Но это, опять же, необходимо будет отнести к какому-либо страховому риску. Камень попал, это можно рассчитывать как ДТП, как авария. Попадание в стекло какого-то там либо предмета. Это так же, это можно отнести, но в данном случае, я так понял, что на стекле не нашли никаких отметин, никаких сколов. Поэтому, конечно, страховая компания была вынуждена отказать. Ну, понятно. Александру тогда вопрос. Вот человек оказался вот так вот на перепуте, да, ему в двух организациях сказали, что это не наш вариант. Третьего варианта нет. Это либо гарантия, либо страховка. Третьего просто не дано. Вот что в такой ситуации делать? Здесь надо получать экспертное заключение, что это, так сказать, именно из-за того, что какие-то определенные проблемы с кузовом, и это чисто технологические вещи, за которые несет ответственность именно продавец. И поэтому в данном случае, я думаю, что он, получив такое заключение, ему нужно обратиться к компании, к дилеру, который, если они откажут снова, то идти в суд и здесь, так сказать, добиваться своей правоты. Потому что, действительно, в страховой случае это не подходит, а, так сказать, а дилер просто отказывается исполнять свои обязательства. То есть, он должен продать мне машину нормально, не с какими-то там конструктивными особенностями или там... Ну, тем более, не с конструктивными недостатками. Недостатками, да, и так далее. Вот, поэтому, так сказать, здесь уже встает другое законодательство, не страховое, а защиту прав потребителей. То есть, и здесь, по этому, так сказать, закону нужно требовать с дилера именно. Понятно. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Так, ну, не успели мы вернуться к этому звонку, потому что, действительно, таких вот вариантов бывает много. И бывают варианты на стыке тоже страховой и сервиса после восстановления автомобиля, попавшего в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Страховая компания рассчитывает стоимость установительных работ, сервис проводит работы восстановительные. После чего автомобиль выпускается в город, какое-то время ездит, и вот в этот момент у него возникает какой-то дефект. Он приезжает к себе на сервис менять его по гарантии, ему на сервис и говорит, знаете, а это последствия аварии. Вот у вас коробка перестала выключаться из-за того, что у вас был там сильный удар там, зад, вбок или вперед, и вот это как бы последствия этой аварии. Это не наш случай. Вот как в такой ситуации, как вы решаете? И к Александру, соответственно, потом вопрос, как вообще вот такие случаи решаются? Мы требуем экспертного заключения тогда. Действительно, тогда либо дилер, либо какой-то независимый эксперт должен сделать нам экспертное заключение, в котором абсолютно точно будет указано, что выход из строя той или иной системы, узла, агрегата находятся на прямой причине следственной связи с ДТП, или с другим каким-либо ущербом, за который мы уже выплатили. Тогда да. Тогда действительно мы без проблем выплачиваем оставшуюся часть или производим замену этого. Но если такого экспертного заключения нет, мы, конечно, не плачем. Ну, соответственно, тогда отказ. То есть это вопрос в первую очередь в любом случае идти на экспертизу. Экспертизу сам человек определяет? В данном случае, возможно, опять же, два варианта. Либо вы ему отправите на экспертизу? По согласию, да. Либо мы чаще всего, если это машина новая, мы просто прибегаем к услугам другого дилера авторизованного. Который проводит вроде как официально независимый эксперт. То есть если первый ремонтировал, то мы лучше отправим другой. Ну, понятно, понятно, чтобы не было предвзятости. Хорошо. Вернемся к разговору со зрителями. Здравствуйте. У нас еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы слышите меня, да? Да, прекрасно слышим. Представьтесь, откуда вы нам звоните. Лилия Васильевна, меня зовут. Я живу в Москве. У меня машинка Мазда. Получилась такая история. 19 февраля еще была авария, боковой удар. И Ингострах, у нас страховая компания, показка, да, мы попали в автосервис. И вот в течение двух месяцев, двух месяцев, да, длилась история с экспертизами, гоняли документы туда-сюда. Вроде бы, наконец, собрались детали, вроде бы делать собрались. И вот, как вы только что рассказывали, да, выяснилось, что дополнительные какие-то там изъяны, и нам машину предлагают татарить. Я не согласна с этим, поскольку теряю большие деньги при этом. Вот. У меня есть другое предложение к Ингостраху поменять, поменять сервис. Вот. Но там, на том сервисе, где мне сделают гораздо дешевле и быстрее, и качественнее, поскольку у меня есть причина не доверять этому сервису. Два месяца мне, в общем-то, длится эта история. Вот. Но там у меня просят расчеты наличными. Насколько велики мои шансы, и что вы вообще посоветуете в этой ситуации? Как мне спасти машину, время и деньги? Угу. Ну, хорошо. Не знаю, с кого начнем тогда этот вопрос обсуждать. Наверное, с вас, Александр. Сложный вопрос, действительно. Вот в данных случаях требуется индивидуальное какое-то участие. Вот мы с вами говорили как раз на эту тему по поводу того, как поступать. Потому что очень часто, я, честно говоря, я не живу страховым рынком, я не так детально знаю все, что происходит. У меня вот на данный момент, до последних буквально 15 минут было ощущение, что если я захочу свой автомобиль ремонтировать сам, то сумму выплат я получу значительно меньше, чем если бы это был не сумма выплат мне, а счет за услуги в этот сервис. За одни и те же повреждения. Ну, понятно, что нет. Я пояснил, что может быть и так, и так. А по звонку нашего телезрителя я отвечу, что действительно два месяца сложный был, видимо, удар. Действительно, боковой удар достаточно сложный. Пока разбирали автомобиль, пока решали ремонтировать, не ремонтировать. Приняли решение ремонтировать. Начали уже к полной разборке, к заказу деталей приступили. А потом выяснилось, что автомобиль-то 75% превышает стоимость ремонта. И поэтому, естественно, нецелесообразно. Я понимаю, что страхователь может предложить любой сервис, какой там определенный, которому он доверяет, на котором он хочет ремонтироваться. Но будет ли он авторизованным, во-первых, дилером? А согласно условиям продажи полиса, насколько я понимаю, Mazda 3, может быть, сейчас только дилерская, могла ремонтироваться только на дилере. Естественно, там и работа большая, стоимость работ, там стоимость запасных частей дорогая. И после этого, в случае ремонта подобного автомобиля, как бы мы ни говорили, да, дилер, он восстанавливает все соответственно с заводскими технологиями, но машина все равно будет не та. Уже не та, и качество его, конечно, будет хуже. И поэтому страховая компания хочет, в данном случае, естественно, принять решение о тотале автомобиля. Потому что потом у страхователя могут возникать очень много каких-то проблем и вопросов, связанных вот с этим случаем. Хорошо, Александр. Я могу дальше развить, но я... Ну, понятно. Александр, как вот, на что стоит обратить внимание человеку, попавшему в такую ситуацию? Вот, грубо говоря, я хочу все-таки, вот хочу ездить на этом автомобиле. Я понимаю, что после ремонта, тем более на неавторизованном сервисе, мне на этом автомобиле ездить будет хуже, да, он будет хуже по качеству. Ну, по каким-то причинам своим я принял решение, я хочу его восстанавливать. Ну, здесь, скорее всего, придется договариваться, потому что условия договора достаточно жесткие. И, соответственно, так сказать, любой отход от этих условий, он как повлечет за собой, то есть, если не полностью, так сказать, то есть, не полностью вообще, то есть, уход от всех условий. То есть, если мы не договорятся, то тогда компания страховая, она просто, так сказать, откажется выплачивать из-за того, что страхователь, он отошел от условий договора. Вот, соответственно, как бы здесь нужно договориться с страховой компанией. Мне кажется, что можно найти компромисс, и это все зависит от, так сказать, уже позиции ингостраха в данном случае. Вот, ну, я думаю, что возможен вариант, что, к примеру, действительно, она ремонтирует эту машину, получая, так сказать, те денежные средства, которые, так сказать, ей положено по страхованию. Ну, в зависимости от того реального ущерба, который был причинен. После чего эта машина просто перестраховывается в соответствии с тем, так сказать... Ну, с новой реальностью. С новой реальностью. Вот, и в этом случае, как бы, я думаю, что вот это разумный компромисс, тем более, так сказать, на неавторизированном сервисе работы будут стоить дешевле ингостраху, чем если бы, так сказать... Ну, чем если бы эти работы проводились в официальном деле, понятно. Поэтому здесь, здесь это чисто разумный компромисс, и все зависит от того, от позиции. Понятно. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы взяли. Меня зовут Сергей, из Владимирской области. Я вот опять по этому же вопросу насчет страховки. Угу. Вот. Я попал тоже в ДТП. В общем, виновен не я был. Меня разбили машину. Машина отечественного производства. Угу. Вот. Она 98-го года. Но состояние у нее отличное. Угу. В общем, мне насчитали, как за износ деталей, что ли, намного меньше, чем я заплатил за ремонт. Угу. В общем, за ремонт, сами знаете, за детали, за кузовные, платишь стоимость, сколько они стоят. Угу. А мне начислили со скидкой, ну, то, что за износом. Ну, по износу, понятно. Да. Вот. И оценщик с меня взял тысячи рублей. Вот. Кто мне эти... Во-первых, мне заплатили страховку меньше. И, во-вторых, эту тысячу кто мне должен вернуть? Угу. Понятно. Хорошо. Спасибо за вопрос. Тем более, у нас есть один похожий очень вопрос от Павла из Москвы. Он тоже не согласен с суммой страховых выплат, которую ему насчитала страховая компания виновника этой аварии. Вот. Давайте попробуем определиться. У нас сейчас нет такого представления, как вот новое за старое, которые пытались вести, не знаю, или пытаются, но это будет в дальнейшем. А как сейчас ситуация происходит, когда человеку нужно отремонтировать автомобиль, и он как бы не претендует, чтобы он был лучше, чем раньше, да? Он просто хотел бы, чтобы он был не хуже. Есть какие-то автомобили, на которых, вот как мы там попытались пять минут перед эфиром поговорить, можно там на разборку. Но это опять же такой вопрос. Знаете, вот представим себе гипотетически там даму бальзаковского возраста, которая на рынок-то ходить боится из-за того, что там все как-то вот так вот антисанитарно. И тут ей говорят, езжайте на разборку, барышня, покупайте там все что-то такое, да? А то человеку предлагают погрузиться немножко в другую социальную среду вообще. Он не готов туда идти. Как страховые компании на это смотрят? И как вот сейчас по законодательству этот вопрос решается? К сожалению, по законодательству до сих пор, по закону по ОСАГО, до сих пор необходимо вычитать износ запасных частей. Я думаю, что все страховые компании были бы рады платить новое за старое. В данном случае закон не позволяет. Я сейчас, может, я чуть-чуть продолжу, почему я так считаю. Я просто вот откуда радость взялась, пытаюсь понять. Ну, радость, естественно, потому что меньше претензий от клиентов, больше доволен клиент. Согласен, иногда это денег стоит, претензии. Но для этого достаточно только поднять тарифы. Мы примерно рассчитывали, примерно для себя прикидывали, не для кого, а именно для себя. Потому что мы с старыми готовимся уже к тому, что это будет введено новое за старое. Потому что правительство хочет так именно сделать в целях повышения клиентского сервиса. Ну, скажем так. Не, ну логично, логично. Логично. Я совершенно с вами согласен. Тем более для отечественных автомобилей, где никаких разборок и нигде ты ничего не найдешь. На самом деле старое, вот этого 98-го года, там то же самое крыло. Это в любом случае проблема. Это проблема для клиента, большая проблема. Но для этого необходимо действительно будет повышать тарифы. И вот на сколько вы считаете? Процентов 40 где-то получилось. У нас где-то так на вскидку примерно процентов на 100. Вы очень в этом плане гуманно смотрите. Потому что в одном из предыдущих эфиров, но это было еще, правда, в 2006 году, мы говорили на эту тему, представители страховых компаний собирались там чуть ли не в два раза увеличивать стоимость. Это, я говорю, это наша местная была именно прикипка. Именно вот вопрос себестоимости, чтобы не потерять некую норму прибыли, заложенную в этот бизнес. Потому что, сами понимаете, бизнес без прибыли. Нет, бизнес есть бизнес, да. Нельзя делать пожарки. Я почему и спросил сначала, думаю, откуда берется радость у страховой компании, когда я предлагаю платить больше, чем она платит сейчас. Я думал, что это не столько, может быть, конечно, не расстройство, но озадаченность должна быть. Да нет, готовы, страховые компании готовы, на самом деле. И я хотел бы просто ответить на вопрос телезрителя из Владимира. То, что эту тысячу, которую он заплатил независимому оценщику, ему обязаны возместить страховой компанию. Потому что по закону все расходы, которые он несет, связанные... Как потерпевшие. Как эвакуацию, как расходную независимую экспертизу, как хранение транспортного средства на стоянке до момента осмотра страховщиков, это все ложится на страховой компанию, она обязана ему выплатить. А по износу, ну, суд, единственное, что я могу сказать... Ну, а суд, что будет в этом... Или этот вопрос будет перекладываться на плечи виновника аварии, он это будет платить из своего кармана. Как решается этот вопрос? Ну, дело в том, что недавно совсем уже высший арбитражный суд по этому поводу. Но это, опять же, экономические споры между юрлицами. Районные суды могут иметь другую точку зрения. Но на самом деле, вообще реальный ущерб, на мой взгляд, это тот ущерб, который мне был причинен. И измеряется он теми затратами, которые я понес в связи с восстановлением того права, которое у меня было, да? То есть, или той вещи, которая у меня была. Вот я, если я не могу действительно найти какую-то, там, я не знаю, старую деталь или еще что-то, то я все равно, я трачу деньги на то, что... То есть, у меня возникает вот мой ущерб, это мои деньги, которые я потратил на восстановление машины. Но, к сожалению, у нас вот как бы стараются... Ну, я понимаю, бизнес есть бизнес. Бизнес есть бизнес, да. Но есть какие-то формы этого бизнеса. Я понимаю, Александр, вот я предлагаю сейчас ответить на звонок. И есть вот такой вот момент один, как бы мы попробуем довести ситуацию до абсурда и понять, что все-таки вот как в этой ситуации вести себя, как не вести, да? Сейчас пообщаемся со зрителями и вернемся к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вопрос такой. Загнал машинного автосервис на технический осмотр, оформил наряд заказ через мойку. И оставляешь ключи, уходишь в кафе. Но минут через 15 мне перезвонили, сказали, что у вас неприятная ситуация. Все в том, что мне машину там разбили. Разбили? Да, разбили. Она у них куда-то укатилась, а куда неизвестно. Я когда пришел в машину, там вся морда разбита. И страховой случай, это не страховой случай, мне машина страховная автосервис отказывается. И автосервис отказывается. Где искать проединить, не пойму. Интересно. А как вас зовут и из какого города? Олег из Рязани. Из Рязани, да? Интересная ситуация. Ну, сейчас будем разбираться тогда, что в такой ситуации делать. Сейчас буквально пару слов про продолжение новое за старое или старое за старое. Вот представим себе гипотетическую ситуацию, что у нашего телезрителя на автомобиле отечественного производства 98-го года выпуска после удара пострадал в том числе и тормозной механизм. Вот покупать старый тормозной механизм на разборке. Ну, согласитесь, да? Что-то есть в этом такое, что заставляет не согласиться с таким принципом работы. Вот поэтому, ну, вот этот вот вопрос выплаты, как бы ущерба, потому что действительно человек, он ни в чем не был виноват. Он ехал себе по своим делам, он не нарушал ничьих прав. И вдруг в него попали, и получается, что он даже и не может машину восстановить за те деньги, которые ему законодательно выплачиваются. Я уже не говорю про, ну, в принципе, достаточно большие затраты по личному времени. То есть как-то, конечно, этот вопрос надо, ну, если не законодательно, то во всяком случае какие-то инициативы выдвигать, чтобы у нас не было вот этих вот проблем. Да нет, согласна. Конечно, с этим согласны. Многие страховые компании с этим согласны. Они понимают то, что не всегда можно найти те же самые бэушные запасные части. Но, к сожалению, не имеем права. Ну, понятно. Хорошо. Давайте тогда вернемся к обсуждению того, о чем нам сказал телезритель. Тем более, что у нас неделю назад был такой же звонок, вот, собственно, с чего началась история о том, чтобы пригласить вас в эфир. Первый из этих звонков касался такой ситуации. Человек выехал из гаража на машине, становил ее в створе ворот гаража, пошел там, ну, я уже не знаю, зачем, закрывать там, что-то перевешивать куда-то. В это время автомобиль тронулся и вкатился в заборчик. Повреждения небольшие, расколот бампер, но страховая компания отказала ему в выплате. Мотивация такова. Водитель ничего не предпринял для того, чтобы избежать этого столкновения. Вот, как вот эти вот две ситуации, ну, не знаю, насколько они близки, вот то, что сейчас звонил нам зритель из Рязани по поводу сумасшедшей такой ситуации на автосервисе. Очень интересно, действительно, вот такие случаи, сколько я уже работаю в страховом бизнесе, каждый раз всегда узнаем что-то новое, очень интересно. В данном случае есть несколько вариантов. Во-первых, бывает, что автосервис, он застрахован, его гражданская ответственность застрахована. Вот как раз от подобных случаев. От халатных действий работников, от пожара, от каких-то других дополнительных видов. Да, куча есть вещей. Постоянно. Нет, это многие уже сервисы, специализированные, универсальные, дилерские, они страхуют свою ответственность как раз от этих случаев. Нет, ну это как бы признак какого-то уровня определенного на рынке. Да, и в данном случае, например, здесь такой как раз случай, страховая компания выплатит. Но я так понимаю, что это не тот случай. Это не тот случай, к сожалению, не тот видимо. Да, в данном случае, ну, я бы посоветовал, вот, допустим, для нашей страховой компании, ему необходимо написать заявление в милицию на возбуждение уголовного дела, потому что здесь противоправные действия... По факту? Как на противоправные действия третьих лиц. Там он добровольно доверил свое транспортное средство, но те своим халатным действиям причинили дополнительный ущерб. Там, естественно, будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, никакого уголовного дела не будет. Но в данном случае мы можем это квалифицировать как противоправные действия третьих лиц, выплатить данному клиенту и предъявить регресс тому работнику или тому сервису. Ну, тому сервису, как юридическому лицу. Я думаю, что проблем как раз с выплатой по такому запросу не будет. Давайте вопрос, скатившись в забор машины, отложим еще на 5 минут и узнаем, что думает наш зритель. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте, вы слышите меня? Прекрасно слышим. Если вы представитесь, скажите, откуда вы звоните? Меня зовут Александр, город Уфа. У нас произошло ДТП. Короче, нашу машину в Сузоке Гранд Витаро ударила другая машина, и в результате чего машина получила повреждение, и в частности раскололся кожух запасного колеса, который сзади находится. Ну, понятно. Страховая компания, ну, виновник отказывается нам выплачивать стоимость кожуха, поскольку, как говорится, они объясняют тем, что подправки, которые мы предоставили, стоимость 16 тысяч, ну, с копейками кожуха, а они говорят, что по интернет-магазину там цена 111 долларов, то есть, значит, существенная разница, и, поскольку, как говорится, они говорят, что вы покупаете машину не у официального дилера, поскольку, ну, якобы у нас в Уфе фирма Сузуки там не представлена как официальная, а как субдилер, и они, вот, имеют за собой право, что, типа, не выплачивать стоимость этого кожуха. Интересная, интересная позиция, но сейчас попробуем понять, имеют ли они такое право не выплачивать стоимость этого кожуха. Ну, наверное, вам пару слов, Александр, по поводу того, ну, вашего видения этой ситуации. Ну, здесь, конечно, желательно знать более полно, как все произошло. Нет, ну, это естественно, я имею в виду, вы смотрите просто как специалист. В данном случае я бы рекомендовал бы человеку, именно потерпевшему нашему, сделать именно так, купить эту запчасть, понести реальные затраты и предоставить страховой компании данный чек. Чек на... Да, да. Или второй вариант, чтобы страховая компания тогда направила его в то место, где такой же вот кожух, как они говорят, за 111 долларов. Ну, тут вопрос, понимаете, в чем может быть. Вот в качестве дополнительного оборудования есть вот часы Патек Филипп стоимостью там в нескольких десятках тысяч долларов, а есть часы очень похожие на Патек Филипп стоимостью там 2000 рублей. Согласен, да. Вот здесь ситуация с кожухами, ну, это я, конечно, взял абстрактную совершенно вещь, да, но ситуация с дополнительным оборудованием, она может быть точно такая же. Можно купить себе дополнительное оборудование известной фирмы, в которой ты абсолютно уверен и в которой тебе вот хочется пользоваться. А можно купить такой же, но с перламутровыми пуговицами, там, в 30 раз дешевле. Вот этот вопрос, я так понимаю, того, что ему предложили купить это гораздо за более меньшие деньги, чем стоило бы, да? Возможно, а может быть он как раз и хочет приобрести не такой колпак, а с перламутровыми пуговицами, там, допустим, колпак АНГ, да? У нас еще есть, еще здесь один звонок, у нас как бы два вопроса такие подвешенные в воздухе есть из тех, что нам задали телезрители на нашем сайте. Но я думаю, мы к ним еще вернемся, у нас еще больше 20 минут эфира, а сейчас пообщаемся со зрителями. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий из Астраховской области. Очень приятно, Дмитрий, слушай. У меня вот такая банальная ситуация произошла. Дмитрий, у нас что-то со связи. Авария, у меня, естественно, врезался водитель тоже. Ну это естественно, да, а дальше что? Вот, и он оказался клиентом компании Росгострах. Угу. Интересно, сначала, ну и по сути, что у вас? Вот, и я, естественно, пошел в Росгострах, сделал все документы, собрал, все отдал. Вот, два месяца длилась сумму они никак не могли насчитать, которую мы не должны выплатить. Потом в результате, который они насчитали сумму, вот, сказали, что будет перечислено. Мы ходили, ходили в банк, никак не могли ее получить. Когда начали настаивать на том, что, скажите, какой там счет, что цифры, они сказали, что вообще вам отказано в выплате. Вот, и будет письменное уведомление, почему. И в результате пропали, и никакие они не идут навстречу, там, ничего не говорят, прям говорят, идите обращайтесь в суд и все. И я был вынужден машину восстанавливать за свой счет. У меня машина Chrysler, очень дорогая. Вот. И теперь обращаться в суд, ходить по адвокатам, терять свое время. Вот уже полгода это все длится, и никаких результатов даже не видно. Ну, мы до начала эфира с Александром обговорили такую возможность, что есть ситуации, которые требуют некого, все-таки, разбирательства в документах. Давайте как мы поступим? Вы оставите координаты. Мне гораздо удобнее, наверное, чтобы человек оставил свои координаты. Давайте мы тогда так поступим. Ну, ответить сейчас в рамках прямого эфира на этот вопрос действительно не получится. Так, это у нас звонок сорвался, как я понимаю, да? Ну, если вы к нам еще раз дозвонитесь, вы тогда, не соединяясь с прямым эфиром, оставьте нашему редактору программы, оставьте свои координаты. Вам перезвонят после эфира. Ну, а если вдруг у вас что-то еще дальше будет, пишите тогда к нам на сайт. Будем разбираться в этой ситуации. Так что ждем от вас либо звонка, либо письма на сайт с вашими координатами, чтобы мы могли их передать. Обязательно разберемся. Компанию «Росбострах» и люди могли бы разобраться, в чем эта ситуация. Потому что так вот, как она описана, конечно, это выглядит, ну, более чем, как бы, я даже не знаю, какое правильное слово употребить, учитывая, что мы в эфире. Возвращаясь к ситуации, мы недоговорили, вот два вопроса у нас есть, один по поводу дополнительного оборудования на автомобиле, и второй, вот мы начали сервис. Вот автомобиль выкатился из гаража, и как вот в такой ситуации выглядит мотивация такая, что водитель ничего не предпринял для того, чтобы предотвратить это ДТП. Вот вы, как специалист страховой компании, это просто комментарий. Ему отказывают показка, я понимаю. Да, показка. В данном случае необходимо вызывать работников ГАИ, чтобы они оформили это происшествие. Есть такой пункт, как, я точно не смогу его назвать, что он не обеспечил, не предпринял меры для того, к отсутствию самопроизвольного движения транспортного средства. То есть, не поставил наручник. Инспектора ГАИ, если составляют на это протокол, это страховой случай. В любом случае, страховая компания выплачивает. То же самое, как и посага. Если виновник происшествия оставляет свое транспортное средство, не ставит ее на ручник, машина после этого катится и ударяет другую. Но это дорожно-транспортное происшествие. Такое же дорожно-транспортное происшествие. И мы платим как и виновнику, если он застрахован по каске, так и потерпевшему посага. Ну, тем более, что если мы возьмем все случаи дорожно-транспортных происшествий, то как минимум один из участников не принял должных мер для избежания этого дорожно-транспортного происшествия. Если бы было по-другому, то не стоял бы так вопрос. Девчон может быть сложности. Я просто продолжу немного тем. Дело в том, что ГАИ может не приехать. Оно посчитать это внутренней территорией и сказать, что извините, мы не оформляем в данном случае происшествие. Такое может быть. Александр, как в таком случае действовать? Если два автомобиля столкнулись, то это зависит от того, где они столкнулись? На самом деле не должно зависеть. На мой взгляд тоже, потому что и в дворовые территории, по идее, должны выезжать сотрудники. Законом ОСАГО четко предусмотрено отказы в выплате, если ДТП произошло на внутренней территории организации или предприятия. Мы можем взять, например, недавно был подобный случай в одном из регионов Дальнего Востока. Закрытый порт, потому что является стратегическим объектом, там происходит ДТП. Туда не пустили работников ГАИ, и они не оформили. В данном случае нам пришлось отказать в выплате. Интересно, интересно. Ну, давайте пообщаемся со зрителем. Потом мне интересно было бы услышать мнение Александра на тему, вот если так вот судьба сложилась, что попал в аварию на закрытой территории, куда сотрудники ГАИ не имеют, например, доступа, да, и вот есть такая перспектива в отказе, что надо предпринимать. Ну, за исключением вариантов вытащить машину за пределы закрытой территории, еще раз ее стукнуть, чтобы не провоцировать к этому. Ну, у нас звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Это Павел из Ростовской области. Да, очень приятно, Павел. Слушаем. Значит, у нас такой вопрос. Ой, извините секунду. Значит, у нас такой вопрос. У меня брат попал в ДТП, и, значит, он не виноват. Человек, который попал в ДТП, его, который ударил, значит, был на не своей машине, на него недоверенности было ничего. И страховая компания отказала выплатить, так как, ну, за рулем автомобиля в сети, как... Ну, человек, не имеющий допуска к управлению, и который не записан, соответственно, в страховой полисе. Да, 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 да. Угу. Вот так. Ну, соответственно, вопрос, что делать, да, в таком случае? Ну, естественно, вот уже год целый, это все, это колдобродица, непонятно в чем. Если, говорят, обращайтесь в суд, на него страховая тоже отнекивается, вы нам не... Вот что делать? Понятно. Ну, хорошо. Александр, я думаю, не даст нам оставить этот вопрос незакрытым. Мы перед эфиром как раз на это дело уже общались. Здесь нами принято было решение о том, что если человек не вписан в полис, то мы платим. И выставляем потом регресс. То есть мы потерпевшим выплачиваем сумму определенную, которую нас считала независимая экспертиза, и потом на эту сумму выставляем регресс к виновнику. Но я знаю, что некоторые страховые компании не платят. Есть лазейка в законе ПОСАГО, которая дает возможность, ссылаясь на гражданский кодекс, не платить. Ну, обидно, конечно, что у нас пользуются лазейками на эту тему. А как, на что имеет право человек, который попал в такую ситуацию? Если компания страховая, в которой застрахован виновник, или автомобиль, на котором ехал виновник, пытается вот этой лазейкой воспользоваться, что делать? Ну, вот я как раз, это самое, как раз мы разговаривали, вот я говорю, вышло постановление высшего арбитражного суда, оно как бы к районам не является обязательным, но просто для того же самого написания заявления его можно использовать. То есть там логика очень простая, что на самом деле в законе о автогражданской ответственности обязательной, да, там нету, так сказать, прямого, да, то есть нету, там перечисляются основания для освобождения страховщика от выплаты. И вот то, что там другой водитель, это не является основанием для отказа в выплате. И там предусмотрено, так сказать, право страховщика обратиться к регрессу, к этому водителю. И второе право, то, что он может увеличить страховую премию, если, допустим, необходимо ее увеличить с той точки зрения, что там за рулем сидел, ну там, я не знаю, человек, который вообще не имел прав и так далее. То есть как бы риски просто увеличивать, соответственно, и премия увеличивается страховая. Вот, и вот арбитражный суд высказался однозначно, что в этом случае, так сказать, подлежит это выплате, и, соответственно, страховая компания имеет право, так сказать, обратиться с регрессом там и так далее. Вот. Районные суды могут по-другому, так сказать, это трактовать, но в данном конкретном случае необходимо идти в районный суд, и если суд откажет, идти уже в более высокий суд, да, там, потерять полгода или там год, но дойти до Верховного суда, у Верховного суда будет позиция однозначно выплатить. То есть это, думаю, что, как бы, может быть, и на второй инстанции уже примут решение там выплатить областные суды там и так далее, там, или суд города Москвы, потому что они там более грамотно разбираются. Ну, понятно, они ближе к первоисточнику. Я хочу сказать, что районные суды идут навстречу страхователю в этом случае и практически всегда встают на его пользу, в его пользу выносят решение. У меня хорошая просто практика по всей России, поэтому я могу сказать... Хорошо, но я думаю, что мы ответили на вопрос зрителю. Надеюсь, что ему это поможет. Он все-таки сможет решить вопрос с получением денег с виновника этой аварии. Но у нас еще один звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, у нас сорвался звонок один. Нет, получить он деньги не с виновника аварии, а с страховой компанией. С страховой компанией, да. Ну, я в данном случае имею в виду, что ему повредили автомобиль. Вот нам написал еще Дмитрий из Москвы такую достаточно интересную историю. Он попал в аварию, он выступает потерпевшей стороны. Помимо всех повреждений его автомобиля, есть еще некая картина произведения искусства, которая лежала у него в автомобиле, которая тоже повреждена. Вот страховая компания ему отказала в выплате. Что в данном случае, на что ему рассчитывать, что делать? Законом ПОСАГО прописано то, что страховая компания отказывает в случаях, когда повреждено имущество потерпевшего, а именно которое имеет отношение к исторической, к культурной ценности. Если это предмет антиквариата, если это ювелирные полудрагоценные камни, ювелирные изделия, полудрагоценные камни. Изделия, науки, техники, культуры, я дословно не помню, там из четырех. Но в данном случае компания поступила абсолютно правомерно и отказала в выплате, потому что законно предусмотрен. Но остается только обратиться в суд на виновника, изыскать с виновника ту сумму, на которой был причинен ущерб. Ну, а так, по практике, если я не думаю, что это, конечно, ежедневный вопрос перевозки таких картин, я думаю, что тогда уже этот вопрос все-таки решается немножко на другом уровне. Но вот человеку, которому предстоит перевести картину, ну, достаточно серьезной стоимости, есть у него возможность застраховать эту перевозку или это страхуется отдельно вот это произведение искусства? И так, и так. И перевозка может страховаться, и может страховаться отдельно картину. То есть, есть ответственность перевозчика, который несет юридическое лицо. Ну, к сожалению, для Дмитрия ответ вот такой. Да, здесь страховая компания отказалась совершенно правомерно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Алексей Москва. Очень приятно, Алексей. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Как бы был у меня страховой случай, цепанули крыло. Как бы страховая компания без вопросов, без справки даже из ГАИ, сделала оценку, но единственный слой был, значит, я ремонтируюсь на дилерском центре. Ожидание этого ремонта к работе у меня было полгода. А сумма, которую мне предлагали получить на руки, составляла в два раза меньше. От исходной стоимости. Значит, ну, грубо говоря, получалось, крыло и замена стоило 700 долларов. Страховая компания, если сразу получить деньги, предлагала 300. Вот в чем зависит такая разница? Понятно. Ну вот, да, мы возвращались к этому вопросу в самом начале. Понял, что это не всегда так делается. Сейчас попробуем ответить на ваш вопрос. В каком случае появляются вот такие моменты, что стоимость восстановительных работ в дилерском аффилированном сервисе, она оплачивается по одним ставкам. Если человек хочет получить эти деньги на руки, то оплачивается другая сумма. Как вот определяется эта ситуация? Когда рассчитываю, когда направляется транспортное средство на дилер, то, естественно, я уже говорил, применяются и дилерские надбавки, и дилерские цены. Когда рассчитываю, я, к сожалению, не понял, это ОСАГО или КАСКО? Ну, я, к сожалению, тоже не понял, что это было. Вот здесь есть большая разница. Конечно, есть, поэтому, ну, я скажу, будем считать, что это КАСКО. То, если человек выплачивает наличным, то ему считают в основном по самым дешевым нормативам. То есть, у нас есть официальный дилер, там есть 45 долларов, есть 35 долларов цена, например. То, естественно, при расчете ему используется 35 долларов в данном случае, потому что мы могли бы его направить туда на ремонт. Но когда человек говорит то, что нет, ребята, мне этого денег мало, отправьте меня на дилер, ему могут предложить и по 45 долларов, и поэтому цена будет больше. В данном случае мы идем навстречу клиенту и можем отремонтировать его машину дешевле, дороже для страховой компании, прошу прощения, чем мы бы ему выплатили наличными. Вот такое действительно происходит, но ради клиентского сервиса. Понятно. То есть, правильно воспринимать не то, что ему выплачивают меньше, а то, что вы ремонтируете, в таком случае, дороже? Да. Ну, в любом случае, если выплачивается некая сумма по КАСКО, человеку этой суммы не хватает на все восстановительные работы, и он приносит вам смету с расходами реальными по установлению автомобиля. Какие действия тогда? Вот он получил 300, а ремонт ему в итоге все равно стал в 700. Вот что ему делать? Будем смотреть, действительно ли цены соответствуют нашим договорам, которые есть. То есть, они должны укладываться в максимальную цену, которая есть. Но не превышать. И стоимость запчастей не должна тоже превышать. И должно соответствовать заводам изготовителя нормативы. Тогда, да, тогда будет произведен перерасчет и выплачено по этой стоимости. Понятно. Хорошо. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это Ешкарова Геннадий. Очень приятно, Геннадий. У меня произошел такой случай. Где-то 10 июня того года у меня произошла авария. Короче, со второстепенной дороги выехала машина и мою десятку, короче, ну ударила. Кузов в основлении подлежит. Страховая компания уже, как, ну была, нет уже страховой компании, лишили лицензии. Доверие такая есть страховая компания. Ее решили уже было год назад. Короче, я получить ничего не могу. На хозяина суд подавал, не получилось. И вот уже сужусь. А был за рулем водитель. Ну там у него. Страховки у него не было. И на хозяина повесить ничего не смог. Короче, сейчас подал на водителя. Не знаю, как поступить дальше. Понятно. Ну тяжелый случай действительно неприятный. Сейчас попробуем понять, что в этом случае можно сделать. Какие-то есть предложения? Да. Александр, ну я, да, давайте вы, а потом. Хорошо. Дело в том, что в случае банкротства страховой компании несет ответственность Российский союз автостраховщиков. Для этого все страховые компании делают отчисления. В РСА, скажем так, в этот фонд, да. Из которого происходит оплата потерпевшей, в случае, если виновник застрахован в разоревшейся страховой компании. И в данном случае необходимо рекомендовать нашему телезрителю обратиться к представителю МРСА в этом регионе, в Майрел. Чтобы он получил, написал заявление, допустим, в тот же самый Росгострах. Мы являемся представителем МРСА по страховой компании доверия. Ему сделают оценку и документы соберут все и отправят в МРСА для осуществления выплаты за страховую компанию банкротства. Но, правда, процесс сбора документов будет достаточно сложен. Хочу предупредить сразу. МРСА требует определенный вид документов, которые нашему телезрителю будет достаточно сложно собрать. А именно копия полиса, заверенная нотариусом. Я точно сейчас не помню, в каких условиях, но достаточно сложно будет найти эту копию полиса у человека. Это полис того виновника? Того виновника, да. И заверить ее нотариально, что она действительно верна. Отослать в РСА, потом это все. Это практически невозможная ситуация. О другом речь просто. Дело в том, что у него была застрахована каска машины, а виновник аварии, он вообще не был застрахован. То есть, я понял, водитель не был застрахован. Ну да, именно так было. Именно так было. Да, такая ситуация. Но я имею в виду, если обратно раскручивать, был бы виновник застрахован в доверии, то получается, что этот человек не получит денег никогда. Он получит. Получит, и люди получают. Он же не сможет достать полис. Ну, стараются, находят. Находят, обращаются к представительному доверия, который осуществляет за них эту функцию. Ну, чтобы его нашли в архивах. Да, нашли в архивах, подняли, заверили нотариуса только так. А если показка, ну, в данном случае человек, конечно, ничего не получит. Показка, показка, полис. Потому что страховая компания разорилась, и выплату осуществить будет практически нереально. То есть, таких... Здесь надо обращаться именно, да, с иском к водителю, который был. Потому что хозяин, он не несет ответственности, если он там, как бы, на законных основаниях передал автомобиль. Потому что в данном случае, если там управляли по доверенности, то, что несет ответственность непосредственно тот, кто был за рулем. Ну, и, соответственно, это действительно суд, это как бы только на него. Других выходов здесь нет. Понятно. У нас до конца эфира осталось 4 минуты, и еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я беспокоит вас Татьяна из города Майкопа. Очень приятно, Татьяна. Дело в том, что я ехала в 2005 году, 4 июля, в город Москву на автобусе. Угу. У меня было лежачее место. Лежачее место. И меня пригласили попить чай, в середине автобуса находилось место. Лежачее такое же. Угу. Вот. При резком торможении, при резком торможении, меня выбросило с лежачего места, и я летела до передней панели. Впереди, перед передней панели находится ступенька. Я упала крестовая, ну, в общем, на спину. Упала. Потеряла сознание. В результате всего я получила перелом позвоночника, стала инвалидом второй группы. Угу. Потом, значит, я обратилась к хозяину автобуса. ГАИ в Выселковском районе, в Выселке, в станице Выселки, не приезжала. Не приезжала. Только когда меня уже на третий день перевезли в таком же положении в город Майков, в больницу, вот. Вот, сразу диагноз перелом не установили, на десятый день меня подняли, потом выписали из больницы на пятнадцатый день, и только через два месяца, так как я не могла ходить, обследование не сделали. Вот. И когда уже сделали магнитно-резонансное обследование, меня увезли лежа в другой город, там перелом позвоночника. Потом перелом в результате всего лечения сместился, вот. И сейчас мне интересно, вот я не могу получить ни Росгострах, ничего абсолютно. Ну, сейчас в процессе суда идет процесс суда. Я понял. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Давайте мы оставим буквально одну минутку на то, чтобы ответить. У нас до конца эфира осталась буквально минута. Так что по паре слов. Какие перспективы решения этого вопроса есть у нашей телевидении? Я так понял, это ДТП не является. То есть не было ни столкновения, ни с чего. Да, в данном случае можно говорить только, если о нарушениях правил перевозки пассажиров, либо о нарушении правил эксплуатации того же транспортного средства пассажирам. То есть он мог нарушить во время движения правила определенные, которые необходимы перевозке. Я вообще не очень себе представляю допущенные к эксплуатации автомобили с лежачими местами автобуса. Я тоже не представляю. То есть я думаю, что это в прямом смысле слова идет речь о нарушении. Александр, что делать? Судиться с компанией, которая осуществляет эти перевозки? Ну я думаю, да. Но здесь нужно смотреть действительно. Пассажир тоже мог нарушить определенные, искать правила. Поэтому здесь такая ситуация достаточно. Давайте так, действительно, в этой ситуации очень много вопросов есть. Зайдите к нам, пожалуйста, на сайт по адресу www.autoplast.tv.com И оставьте там свою ситуацию, распишите поподробнее, чтобы мы могли понимать. С указанием, если у вас есть, что это за компания осуществляет перевозки, чтобы мы могли понимать, какими здесь вещами можно оперировать, за что здесь можно, ну не то чтобы зацепиться, а от чего отталкиваться, исходя из определения того, в чем была эта вина. Ну, на сегодня наш эфир подошел к концу. Мы обсудили все существующие вопросы проблемных страховых случаев. И надеюсь, что ответили на многие ваши вопросы. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»